Велоспорт 63 Велоспорт 63 Велоспорт 63 Стали известны подробности аварии на проспекте Степана Разина. Там 20 мая столкнулись Калина и Приора. Исходя из информации сотрудников ГИБДД, виновником ТТП является водитель автомобиля ВАЗ-2110. Мужчина при выезде из жилой зоны не предоставил преимущества в движении Приори, тем самым спровоцировав столкновение. Госавтоинспекция напоминает, что при выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам дорожного движения. Будьте предельно внимательными за рулем не только к себе, но и к другим участникам дорожного движения. Косуля бегает по дорогам города. В автозаводском районе на улице Степана Разина был замечен лесной зверь, который бегал в потоке машин. Обеспокоенные тольяттинцы призвали МЧС прийти на помощь животному. В настоящее время ситуация находится под контролем в центре гражданской защиты. Тольяттинские полицейские пресекли деятельность нарколаборатории. У нарушителей закона было изъято более 175 грамм наркотического средства. Мужчины и женщины были задержаны во время закладок в дневное время. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у Тольяттинки сверток, внутри которого находилось порошкообразное вещество. Обследовав квартиру задержанных, там были изъяты 31 сверток с порошком, электронные весы, лабораторное оборудование, упаковочный материал, сотовые телефоны и банковские карты. Подозреваемые задержаны, на них возбуждено сразу несколько уголовных дел. Мужчине по ходатайству следователя избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Его супруга по решению суда находится под домашним арестом. Безопасность ребенка во время поездки на автомобиле целиком и полностью зависит от водителя, который должен знать и соблюдать правила дорожного движения. Сотрудники ГИБДД вновь вышли на дороги города для проведения профилактического мероприятия «Детское кресло». К сожалению, несмотря на штрафы, многие родители продолжают пренебрегать безопасностью своих детей. Сегодня проводится групповая отработка по выявлению нарушений, связанных с нарушением правил перевозки детей. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Перевозка детей до 12-летнего возраста должна осуществляться с использованием детского удерживающего устройства, оборудованных ремнями безопасности. Это требование правил, которое непосредственно обязывает водителя обеспечить безопасность ребенка. За данное нарушение предусмотрен штраф на сумму 3000 рублей. Каждый автолюбитель должен помнить, что здоровье и жизнь ребенка бесценны. Внимание, розыск! 10 мая неустановленное лицо, находясь в магазине «Пятерочка», расположенном по адресу бульвар Ленина-3, совершило хищение продуктов питания на общую сумму 3500 рублей. Подозревается девушка на вид 25-30 лет. Рост около 165 сантиметров, плотного телосложения. Волосы темного цвета уложены в хвост. Была одета кофта темного цвета, футболка темного цвета, штаны темного цвета. Если вы владеете какой-либо информацией, просьба сообщить по телефону, который вы видите на своих экранах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова